Субтитры создавал DimaTorzok Наверняка вы слышали, что все биологические организмы на ранних стадиях развития имеют много общего. Равно как и на многих языках, слово «мама» начинается на слог «ма», поскольку первое, что может сделать ребенок, открыть рот и сказать «ма». В музыке также есть такие же первоосновы. Фольклор различных народов на ранних стадиях своего развития имеет тоже много общего. Такими первоосновами являются бурдон. Это непрерывно тянущийся звук, на который нанизывается мелодическая линия. Сейчас покажу пример. Находим в левой руке ноту до. Она у нас с ямочкой. Я нажимаю ее вместе с нотой соль. Получается у нас, как хотите, кварта или квинта. И на этот бурдон мы нанизываем мелодическую линию. Косвенное голосоведение. Что это такое? Существует три типа голосоведения. Прямое. Это когда все голоса движутся в одном направлении. Противоположное. Когда все голоса движутся в разных направлениях. К примеру, мелодия идет вверх, бас, вниз или наоборот. И косвенное голосоведение, которое осуществляется за счет того, что один голос у нас стоит на месте, второй движется. И за счет постоянного движения одного из двух голосов мы слышим этот эффект косвенного голосоведения. Сейчас я вам покажу этот прием на примере композиции, которую я назвал «Кантри лад». Кантри лад здесь идет ассоциативно от шоколад, мармелад, лимонад. Итак. Соль мажор. Теперь разбираем. Правая рука. Четвертым пальцем держим ноту Р. Ре. Первый голос. Второй голос у нас играет. Си, си, ля, си, ля, соль, соль. Си третьим пальцем. Ля вторым. Соль первым. Фраза звучит так. Еще раз. Си, си, ля, си, ля, соль, соль. Соль, ля, си, ля, си, ля, соль, соль. Вторая фраза. Четвертым пальцем держим ноту соль. Второй голос. Третьим пальцем. Ми, ми, ре, ми, ре, до, до. До, ре, ми, ре, ми, ре, ми, ре, до, до. Ми у нас идет. Третий палец. Ре. Первый. До. Второй. Возвращаемся опять. Си, си, ля, си, ля, соль, соль. Четвертый палец в ноту ре. Первый голос. Третьим пальцем. Си, си, ля, си, ля, соль, соль. Ля. Идет второй палец. Соль. Первый. Следующая фраза. Ля. Четвертым пальцем первый голос. Фа, диас, фа, ми, фа, ми, ре, ре. Фа, третий палец, ми, второй, ре, первый. Следующая фраза. Повторяем. Соль первый голос. Ми, ми, ре, ми, ре, до, до. И возвращаемся опять к первой фразе. Голов. Первый голос. Ре. Си, си, ля, си, ля, соль, соль. Соль, ля, си, ля, си, си, соль, ля, соль. Вместе это звучит так. Теперь смотрим левую руку. Первая фраза. Соль, мажор. Соль, ре, соль, соль, мажор. На фразе. Соль, мажор, тоника. Следующая фраза. До, мажор. Можете в басу играть. До, соль, до, соль. Повторяем фразу. Соль, мажор. Следующая фраза. У нас в левой руке. Ре, мажор. Доминанта. После доминанта у нас идет в блюзе, в кантри, субдоминанта. Вспоминаем уроки номер один, номер два. Блюзовый лад, блюзовая гармония. И играем до, мажор. И соль, мажор. Если вам скучно играть, простой вариант, можете чуть-чуть усложнить. Например, вот так. В басу можно здесь играть. Ре, мя, соль. Ре, мя, соль, мя, соль. Соль, фа, ми, ре. Бас, до. До, си, си, бемоля. И опять соль. Ре, мажор. Ре, мя, си, ре, до, ди, си, до, мажор. И опять соль, мажор. Сейчас я вам еще раз сыграю целиком эту пьеску. Слушаем. И повторяем за мной. Ре, мя, си, 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 си. Если вы заметили, в начале каждой фразы я играю вот такой форшлаг. К терции Ре. У нас может здесь прибавиться ко второму голосу. К ноте си. Форшлаг. Это у нас дает такую вот блюзовую кантри, кантри-изюминку. Так же, как вот в следующей фразе. Терция у нас ми, соль. Блю ноут. Вспоминаем первый урок. Блюзовый лад. Ми, бемоль, ми, бекар. На сегодня все. Желаю успехов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok